Здравствуйте! В прямом эфире программа «Диалог». Сегодня будем говорить об итогах развития и перспективах Хоникского района. Знакомьтесь с нашей гостьей и присоединяйтесь. Жанна Николаевна Чернявская, заместитель председателя Хоникского райисполкома. Родилась в деревне Борисовщина Хоникского района. В 1989 году окончила Гомельский кооперативный техникум Билкопсоюза. В 2004 году стала выпускницей Мозорского педагогического университета, а в 2012 году Академией управления при президенте Республики Беларусь. Трудовой путь начинала заведующей магазином в Светлогорском районе. На протяжении 7 лет трудовая биография Жанны Чернявской была связана с торговлей. В 1996 году она становится мастером производственного обучения Хоникского среднего профессионально-технического училища. В 2005 году заняла должность специалиста отдела идеологической работы Хоникского райисполкома. Через два года возглавила его. На нынешней должности с марта 2011 года. На вопросы, которые касаются перспектив развития Хоникского района, прямо сейчас можно получить ответ, позвонив по номеру телефона в Гомеле 77 68 45. Здравствуйте, Жанна Николаевна. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Жанна Николаевна, вы родились в Хоникском районе. Вы так хорошо его знаете, его природу и его людей. Когда говорят, Хоникский район, какая первая ассоциация у вас возникает? Ну, конечно, первая мысль, что это моя родина, мой дом, моя семья, знакомые, любимые места, которые мы любим посещать. Вот на ваш взгляд, есть ли визитная карточка у района? Конечно, нашему району уже более 500 лет. И за эти годы мы успели показать себя с разных интересных сторон и разные странички имеются у нас тоже. Конечно, если брать самое основное, наша визитка, это Иван Павлович Мелеш. Наши замечательные люди, которые сегодня родились на территории района и прославляют наш район. Это касается спортсменов, это артисты, скульпторы, это люди, которые занимают серьезные должности не только в Гомеле и в Минске. И если касаться промышленности, то обязательно надо назвать наши полесские сыры. Это бренд, который действительно говорит о том, что вот это Хоники. Но, к сожалению, современная история Хоника Мрачина, событиями 1986 года, вы на тот момент были старшеклассницей. Вы помните, что происходило, о чем говорили люди, какое было настроение? Конечно, обязательно, скажем так, забыть это нельзя, потому что первое, что было непонимание. Мы все не видели, что происходит, скажем так, не понимали, что происходит. И в итоге 3 мая нас всех детей, кто находился на территории района, беременных женщин, вывезли из территории. Значит, мы побыли в мае месяце, буквально один месяц под Гомелем, в Чонках. И потом нас увезли старших старшеклассников в Витебскую область, в Глубокский район. И так как там нас встречали люди, конечно, на вокзале было очень много людей, они очень так жалели нас и сочувствовали нам. То есть, действительно, это слезы на глазах появляются, когда вспоминаешь эти моменты. Ну и после лета, это уже в конце августа, родители приехали, забрали. Вот меня, я поступила в Гомельский кооперативный техникум. Многие, значит, мои знакомые, друзья остались в Хойниках, продолжали школу, заканчивали 10 классов. Ну а те, кто ушел после 8 класса, у нас вот не было выпускных вечеров. Поэтому такая тоже страничка в жизни. Грустная. Да. Да, лишили у вас такого важного момента в жизни. Ваша семья решила остаться. Да, наша семья решила остаться. Мама работала в строительной организации, папа тоже был строителем. Поэтому, конечно, они строили дома в других районах и областях для того, чтобы переселенцев туда заселять. Но в итоге, скажем так, были предложения и в Минск, и в Гродненскую область переехать. Но родители приняли решение остаться в своем районе. Последствия для района, конечно, очень значительные. Сколько населенных пунктов и какую часть населения потерял район в результате аварии на ЧАЭС? Территория района сократилась в два раза и населенных пунктов не стало. 49. Это почти 50%. Практически 50%. Конечно, не стало многих объектов и культуры, и торговли, и промышленности, сельского хозяйства. Для нас, для района, конечно, это была огромная потеря, потому что восстановить экономику после этой катастрофы очень-очень было сложно. Конечно. Знаете, как говорят, история не имеет сослагательного наклонения. И, конечно, мы сейчас уже не знаем, что могло бы быть, если бы не произошло, если бы не случилась эта беда. Но мы можем оценить то, что есть сейчас. На ваш взгляд, вот какой сейчас период переживает Хоингский район? Ну, сейчас можно смело говорить, что территория района и район сам возрождается. Мы сегодня уже всем районам, все жители, буквально каждый человек проделали огромную работу. И все, кто сегодня живет на территории района, это 20 тысяч. А в 1986 году у нас было 45 тысяч. Конечно, многие специалисты уехали. И постепенно, год за годом мы налаживали работу, подбирались люди, заработали предприятия, построены были новые объекты. И на сегодняшний день социальная сфера очень хорошо выглядит, потому что вложены были большие средства благодаря государству, благодаря республиканским финансам, благодаря поддержке Гомельская область полкома. Сегодня у нас замечательные объекты, то, что касается и культуры, и здравоохранения, и образования. Поэтому район только движется вперед и развивается, и возрождается. На ваш взгляд, удалось ли избавиться от этого ярлыка пострадавшей района? Ну, вы знаете, общаясь с людьми, очень много мнений. Многие говорят, что нет. Многие говорят, что, возможно, это будет ближайшее будущее. Ну, как для меня лично, я уже, наверное, не считаю, что наш район является пострадавшим. Потому что вот благодаря поддержке всех, и мы сами тоже не сидим на месте, стараемся вложить частицу своего труда для того, чтобы наш район развивался. То есть мы не ждем уже, что мы вот пострадавший район, и мы вот сидим и ждем, пока нам окажут помощь. Нет, мы уже начали работу, и работаем и по международной технической помощи, и с различными фондами, и сами, значит, вкладываем свою работу, свой труд в развитие нашего района. Программа мероприятий. В 30-летней годовщине авария на Чернобыльской АЭС уже составлена. Расскажите, пожалуйста, что вы планируете? Основные мероприятия у нас пройдут 25 и 26 апреля. 25-го у нас будет совершенно замечательное мероприятие. Это форум, значит, республиканский, в котором примут более 110 участников участия. Это дети, это касаются художники, молодые наши таланты. И не только примут участие и российские дети, и украинские. И финальный конкурс вот этот пройдет у нас на территории Хойникского района. К нам уже по традиции четвертый год подряд приезжает Финберг со своим оркестром, значит, с несколькими коллективами. Это тоже более 100 человек. Они будут давать 4 концерта от инструментальных, и, значит, вечером заканчивают концертную программу таким сольными, значит, номерами солистов этого коллектива. 26-го, 25-го вечером еще у нас пройдет молодежная акция со свечами память. Мы ее называем. Это шествие. Вначале было только молодежи, но сейчас присоединяются практически все жители. Огромное количество людей собирается со свечами. У нас есть такое памятное место, памятник скорби. И мы все будем идти вспоминать всех тех, кто участвовал в ликвидации, все, кто жили когда-то на территории района, но сейчас живут в других областях либо районах. И 26-го у нас пройдут такие мероприятия. Это будет небольшая реконструкция событий. То есть, как бы, мы должны вспомнить и не забывать о том, что произошло, что мы сегодня должны вынести из этой ситуации и для себя в будущем, чтобы мы тоже знали и помнили и людей, и на будущее мы понимали, да, мы понимали, что это надо помнить. Спасибо. И для тех поколений, которые сегодня уже молодые, они не знают, что такое Чернобыль. Да. Спасибо. Я желаю, чтобы действительно все у вас прошло очень красиво и очень торжественно. Жанна Николаевна, у нас есть телефонный звонок на линии. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравия желаю. Жанна Николаевна. Да, да, слушаю вас. Это, наверное, с небес. Уже даже было мне включить телевизор и у вас услышать слова. Я, рожденный в деревне Мокрив, один из классов закончил в Бабчине. Все это, все, моё богатство накрылось, как вы сказали сейчас. Так, возможно ли вопрос? Потом я в 16 копейками лет Донбасс училище, тут Черноморский флот, служба срочная, потом Северное море, Рыбхлот, потом 20 лет Прибалтики. Специальная часть милиции, с 91-го года в осенью нахожусь в Гомеле. Вопрос. Возможно ли? Это точно, с небес вопроса. Это второе поле чудес для меня будет. Я вот 5 лет назад... Сформулируйте, пожалуйста, вопрос. Какой вопрос? Что вы хотите? Возможно ли? В моей веке за 50 лет, как я закончил 11 классов, но никого не видел. За 50 лет возможно ли организовать встречу, уходить, как любом ли? Спасибо. Спасибо большое за звонок. Жанна Николаевна, возьмутесь? Да, вопрос, конечно, интересный. И вот поддержу звонившего. У нас, как правило, встречается большинство людей действительно в так называемый день Радоницу. Тогда они приезжают все на территорию района и сегодня, возможно, будет посетить могилки и кладбища, там, где захоронены предки. И, как правило, встречаются, именно встречи выпускников проходят, потому что в другой момент, конечно, сложно вырваться. Поэтому я думаю, что этот вопрос можно будет устроить. И я бы просто попросила звонившего оставить свои координаты, чтобы я потом могла с ним связаться. Мы попробуем найти его одноклассников. Спасибо большое. Далее я предлагаю перейти к сюжету. Наши корреспонденты побывали на предприятиях Хойникахского района и поинтересовались, как там идут дела. Свой масло-сыр-завод в Хойниках построили еще в 1934 году. За прошедшее время он несколько раз менял название и форму собственности. То являлся филиалом других компаний, то становился частным предприятием. Сегодня это полезкий производственный участок открытого акционерного общества «Мелковита». Впрочем, как бы ни назывался бывший завод, здесь всегда стремились к совершенствованию. В 2013 году в Хойниках реализовали инновационный проект по сушке-сыворотке. Подобного вида переработки в Белоруссии больше не существует нигде. Новое оборудование позволяет не только перерабатывать вторичные молочные ресурсы предприятий Гомельской области, но и выпускать продукцию, которую можно использовать в качестве заменителей цельного молока. А это, в свою очередь, расширение ассортимента, импортозамещение и наращивание экспортного потенциала. Сыворотка с высокой степенью диминализации, с Д-90, она используется как замена женского молока при производстве детского питания, спортивного питания. Однако только проектом по сушке-сыворотке в Хойниках не ограничились. Масштабное техническое перевооружение затронуло даже заводские лаборатории, в которых провели ремонт и установили новое оборудование, что, в свою очередь, позволило осуществлять полноценный трехступенчатый контроль выпускаемой продукции. Еще одна гордость полесского предприятия – новая автоматизированная линия по производству сыров. По сравнению с 2011 годом, их выпуск увеличился в четыре раза при одновременном расширении ассортимента. Вообще, производство сыров сегодня не стоит на месте, и помимо китов рынка к своему потребителю, все активнее прорываются молодые компании, демонстрирующие новые тренды в молочной индустрии. Без постоянного развития в такой ситуации никак нельзя. Мы приобрели единственную в Республике Беларусь линию по нанесению латексного покрытия итальянских компаний. Это единственная линия в Республике Беларусь. Эта линия дала нам возможность выпускать сыры твердые до 120 тонн в месяц. Это высокая планка, но эта планка возможна только с наличием такой линии. В качестве сырья на порезких сырах используют только специальное, так называемое сыропригодное молоко. Продукция коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия «Велетин» Хойникского района полностью соответствует предъявляемым требованиям. В 2014-м в хозяйстве ввели в эксплуатацию новый современный молочный комплекс. О зарплате доярок здесь предпочитают не говорить, однако не скрывают, она значительно выше, чем на других фермах. В конце концов и надои здесь немаленькие. Белорусы давно уже не высматривают на прилавках импортную молочку. Внутренний рынок насыщается продуктом от белорусских коров. И этот факт самым положительным образом влияет на экономику конкретных хозяйств и районов. Если сравнивать с другими фермами хозяйства и района, то на уровне района смотримся довольно неплохо. Это даже первое по удою молока на корову. Значит, за 2015 год удой составил 16,9 литров на корову. Ну и по хозяйству на данном комплексе удоем на порядок выше, чем на остальных фермах. Мы смотрите диалог. У нас в гостях заместитель председателя Хоинькского райисполкома Жанна Чернявская. Жанна Николаевна, сегодня экономическая жизнь непростая и в мегаполисах. Уже что уж говорить о райцентрах. Как складывается ситуация в Хоинькском районе? Как бы вы ее оценили? По промышленным предприятиям, конечно, хотелось бы, вот сегодня мы видели сюжет, что многие предприятия прошли модернизацию, реконструкцию те же полесские сыры. Завод железопитонных изделий, продукция которого, значит, пользуется спросом. Завод гидроаппаратуры, он сегодня у нас завязан с Минским тракторным заводом, выпускает 28 единиц различных деталей и работает, в общем-то, совместно. Потом предприятия, имеется в виду частный бизнес, тоже фермерские хозяйства развиваются. У нас, например, сегодня различные виды услуги оказывают 234 индивидуальных предпринимателя. Работает 17 фермерских хозяйств, это и в растеневодстве, и в животноводстве. Я считаю, что условия на территории района созданы все. И можно и дальше развивать, вот сейчас главная задача, основная стоит, новое производство. Пусть они будут небольшими, но это новые рабочие места. Это позволит сегодня получать достойную заработную плату, улучшать свое благосостояние каждому жителю. И вот такая задача стоит перед всеми нами. Какие планы у аграриев на этот год? Как началась посевная? Да, аграрии, значит, уже работают давно. Сегодня, на сегодняшний день более 60% яровых зерновых уже посеяно. Буквально с 14 апреля начинается посев кукурузы. Значит, по зерновым, конечно, стоит задача более 61 тысячи тонн намолотить. Поэтому задачи серьезные. Наши аграрии настроены по-боевому. Все работают, вышли в поле. И поля, культура земледелия очень радует. Уже все зеленеет. Поэтому я надеюсь, что у нас все получится. Я не сомневаюсь в этом. Каждую субботу в Беларуси работают прямые телефонные линии органов исполнительной власти. Скажите, пожалуйста, с чем обращаются жители Хойникского района? Есть ли примеры такого оперативного решения проблемного вопроса? Ну, большая масса вопросов. Это касается жилищно-коммунального хозяйства, дорожных служб, социальные вопросы есть. Есть вопросы, которые касаются благоустройства. Даже буквально в этом году есть две благодарности. Люди тоже обращаются и с такими вопросами. Ну, конечно, если обратились в исполком с каким-нибудь вопросом на прямую линию либо к председателю райисполкома, либо к заместителям, конечно, мы стараемся эти вопросы решать сразу же. Ну, и вот по ЖКХ многие, значит, есть такие серьезные вопросы, которые сразу не решишь. Поэтому берем на контроль и решаем, значит, остальные, которые касаются, может быть, где-то порыв какой-то, либо тепла недостаточно было зимой, либо... То есть это решается сразу. Направляется служба, и мы уже буквально через час знаем, в чем там дело, и как мы будем это решать. Какими будут хуйники в 2030 году? Жанна Николаевна, давайте узнаем, как отвечали жители райцентра на этот вопрос. Я считаю, что должно улучшение быть. В каком случае, снести вот советскую улицу, может, постоянно построить дома другие. Ну, на улучшение. Я считаю, должно быть улучшение. Ну, покрасивее, может, что-нибудь благоустройство будет лучше. Более современные дороги, очень у нас плохие, особенно по нашей улице. И хотелось бы, чтобы занялось наше правительство города сносом жилья, которое ветхое считается. Лучше, чем в настоящее время, потому что они будут развиваться, будет город расти, будет промышленность, будет население, и будет более молодежи. Более стал продвинутый, может, ну, новые здания там, многоэтажки появятся, аттракционы какие-нибудь, кинотеатры, еще больше. Наверное, красивыми. Они у нас сейчас неплохие. И чисто, и порядок везде. Я думаю, что будет еще лучше. Даже не могу сказать, какие. Ну, наверное, красивее, чем сейчас. Уберутся эти все здания наши, которые в парке, допустим, стоят ненужные на снос. И поставят что-нибудь лучше, чем сейчас. И сделают какие-нибудь детские развлекательные программы, потому что нас их мало. Ну, я думаю, они будут процветать с каждым разом, особенно благодаря различным событиям, да, там будут этот город обустраивать, что-то благоустраивать, что-то вот новое, постройки какие-то. Так что, я думаю, все хорошо будет. Мы продолжаем диалог в прямом эфире, говорим сегодня о развитии Хойнингского района и принимаем у нас в студии очередной вопрос от нашего зрителя. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте, мы вас слушаем. Пожалуйста, представляйтесь, задавайте ваш вопрос. Жанна Николаевна. Да, слушаю вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, я, так сказать, когда-то родился в Гомельском районе, ну, в 52-м году было переселение на Урал, мы уехали туда, вот, ну, с некоторых пор я в Гомеле. Я хотел бы узнать, какая перспектива возрождения Губаревича? Она же практически полуотселенная, полу, как она оказалась в зоне условно грязной, условно чистой, как бы, и люди по большинстве своем выехали. Есть перспектива ее возрождения или она уже все? Спасибо. Спасибо за вопрос. Ну, конечно, Губаревичи, они буквально стоят на границе с заповедником, значит, с той территорией, на которой уже люди не живут. Мы буквально недавно, ну, были, встречались там с людьми, осталось бы, совсем мало семей там проживают. И говорить о том, что будет возрождение этого населенного пункта, ну, сложно сейчас сказать. Я думаю, что, скорее всего, те люди, которые там остались, в общем-то... Пожилые люди, да? Видимо, да. Которые просто не захотели уже никуда. Ну, конечно, пожилые люди вообще, они сами по себе не хотят оставлять то, что, скажем так, нажито было. И, конечно, по возрождению говорить сложно. Но вообще по зонированию есть, значит, республиканские установленные зоны, и зоны эти не меняются. То есть, значит, этот населенный пункт, в принципе, из зоны в зону переводиться не будет. Если вы там, значит, свыше Петтикюри, значит, он так и останется. И поэтому те дома, которые были вот ветхими и брошенными людьми, конечно, сносятся. Ну, и стараемся благоустроить ту территорию, где живут люди на сегодняшний день. Печальная судьба, конечно. Да, печальная. Печальная, я думаю, что приезжать и видеть свой родной населенный пункт вот в таком состоянии. Жанна Николаевна, как вы оцениваете те предложения, по развитию райцентра, которые поступили от его жителей? Ну, я целиком и полностью поддерживаю. Многие предложения были просто замечательные, и душу греют. Потому что я сама оптимист, и я очень надеюсь и хочу, чтобы и в 2030 году, и дальше наш район только набирал обороты. И мы сегодня, да, построили новые объекты. И касательно тех, что вот молодежь говорила, и развлекательные какие-то центры. Да, это все хорошо, но сначала мы должны заняться производством, для того, чтобы потом, значит, чуть позже, спустя, может быть, как раз в 2030 году, будет что-то новенькое вот в плане и многоэтажек, и развлекательных центров, и, значит, другой инфраструктуры социального направления. Главное богатство – это люди любого района. И они, конечно же, должны жить хорошо. Скажите, пожалуйста, какова сегодня демографическая ситуация в районе? Ну, касаясь демографической ситуации, хочу отметить положительный момент, что у нас, значит, год к году немножко больше нас рождается. На два, на три ребенка. Поэтому мы будем надеяться, что все то, что мы сегодня делаем, все вместе, всеми, скажем так, силами нашими. Те дома, которые строят наши молодые семьи, те молодые специалисты, которые к нам приезжают, эту работу только усилят, если можно так это сказать. А к нам присоединяется наш телезритель. У нас есть звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы вас слушаем. Добрый день. Здравствуйте. Гайдуков Николай Викторович из города Мозыра, депутат районного совета. Я хочу передать привет Жанне Николаевне. Мы, значит, сталкивались с ней по рабочей. И должен сказать, что очень замечательный человек, но особенно в рабочей. Я думаю, что Хойницкий райисполком и жители города Хойники только выигрывают от того, что у них есть замечательный руководитель. Я думаю, мы с Мозыром то же самое будем работать по шефским связям, о чем мы с вами говорили. Спасибо. 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 Ой, как приятно, Жанна Николаевна. Как приятно такое слышать. Дорогие друзья, присоединяйтесь. 77-68-45, номер телефона прямого эфира. Мы еще ждем и готовы ответить на ваши вопросы. Скажите, пожалуйста, Жанна Николаевна, молодые специалисты. Тема такая достаточно болезненная для многих небольших райцентров, для районов, отдаленных от крупных городов. Когда приезжают к вам, остаются на отработку или все-таки после отработки они уезжают поскорее в большой город? Ну, скажу так. По молодым специалистам, конечно, ситуация была сложной довольно долго. И буквально мы уже лет 7 назад или 6 обсуждали тему, что необходимо предпринимать какие-то меры. Потому что надо разъяснять сегодня нашей молодежи, что да, есть определенные риски. Но сегодня все грамотные люди, необходимо быть грамотным, понимать, что да, есть особые условия проживания на территории, но сегодня есть и тоже много плюсов. И мы пошли по такому пути. У нас, если брать лет 5 назад, еще, например, в медицину приходил один специалист только. В этом году к нам приходит 14. Мы закрываем, вот сегодняшним годом, как бы закрывая вот эту пятилетку трудной работы с молодыми специалистами, значит, вот приходом такого количества врачей. И мы работаем, скажем так, не в последний год распределения, а за год. А молодые учителя приходят? Мы по молодым учителям очень много. Значит, мы сориентированы на учителей наших, хойникских. Значит, они приходят, остаются работать. То есть, вакансий у нас сейчас нет. По молодым специалистам у нас немножко остаются вакансии еще ветврачи и зоотехники по сельскому хозяйству. Мы тоже над этим работаем. Наши руководители сельхозпредприятий выезжают в вузы. Значит, мы приглашали буквально сборный такой, приезжала к нам делегация такая сборная. Это и медики были, и сельхозпредприятия, и другие специалисты, точнее специалисты сельхознаправления. Мы показывали им район, мы показывали наши предприятия, мы показывали, в каких условиях они будут работать. Значит, да, где-то сложно и трудно, но у нас есть что показать и есть где продвигаться. А есть возможность людей обеспечить жильем? Потому что именно этот вопрос зачастую таким становится камнем преткновения. Потому что если нет где остаться, то, конечно же, человека ничто и не удержит. Ну вот самый главный наш козырь – это жилье. Да, мы обеспечиваем сегодня наших молодых специалистов жильем. У нас оно есть, оно строится, и мы в этом направлении и продолжаем работу. Потому что если приезжают в сельхозпредприятия, то выделяются даже целые дома, коттеджи, то есть и новые. Квартиры в городе – то же самое. Если приезжают семьи, у нас уже есть такой опыт и примеры, скажем так, что приезжают молодые люди, знакомятся, женятся, выходят замуж и остаются на территории района. Конечно, есть те, которые проживают, например, в Мозыре либо в Гомеле. Да, это, как правило, отработка. И после отработки, ну, возможно, еще продление контракта еще на год или на два. Но потом все-таки все равно возвращается в Гомель. Поэтому мы ориентированы на наших детей, которых мы готовим здесь. Где-то, может быть, трехсторонние договора, чтобы немножко поплатить. В основном это вот по сельхознаправлению так работаем. Ну и я надеюсь, что мы в ближайшем будущем закроем эту тему. То есть страх уже у молодых специалистов перед хойниками, в общем-то, нет его. Потому что они видят приличная зарплата, они видят, что жилье выделяется, нормальные условия для работы. Жанна Николаевна, мне кажется, что один из показателей благополучия нашей жизни – это то, насколько люди отзывчивы на чужую беду, готовы сплотиться и готовы помогать. В начале этого года мы получили тревожную новость из хойника о том, что маленькому еще, юному жителю района нужна помощь. Речь идет о Егоре Жукове, которому необходима была операция за пределами нашей страны. И для того, чтобы этой семье помочь, люди складывались все, сбрасывались. Расскажите, пожалуйста, какие сейчас новости у семьи, у мальчика, что их ждет дальше? Ну, скажу так, что на операцию для Егора Жукова необходимо было 80 тысяч долларов. Эту операцию, значит, ему смогут сделать в Израиле. И буквально вот на прошлой неделе приехал для консультации профессор Сухотник, он заведующий отделением детской хирургии в городе Хайфа, Израиль. Он, значит, посмотрел нашего мальчика, нашего Егора, проконсультировал, как его нужно подготовить. И буквально в течение двух-трех месяцев врачи и родители тоже будут готовить его правильно к операции. Он, доктор, сказал, что он возьмет его на операцию. Но на сегодняшний день собрано только 50 тысяч долларов. И, вы знаете, собирая эти деньги, конечно, хотелось бы поблагодарить буквально всех и каждого человека, кто сегодня не остался в стороне. Потому что надо было видеть глаза этого ребенка и надо дать этому ребенку шанс. Хочется поблагодарить Гомельскую епархию, потому что более 100 миллионов было перечислено только ими. Здесь участвовали и Красный Крест, и другие организации, фонды, телевидение, в том числе и Гомельская, насколько я знаю, что все участвовали. Плюс наши работники наших предприятий. И эту работу мы будем продолжать. И я надеюсь, что те оставшиеся 30 тысяч долларов, которые остались, мы все соберем. И, пользуясь моментом, я хочу как поблагодарить всех, так и еще раз обратиться за помощью, что осталось буквально немножко. И давайте дадим Егору Жукову шанс. Ему всего лишь только 11 лет. Да, впереди долгая, счастливая и здоровая жизнь. У ребенка, дорогие друзья, давайте сплотимся, давайте вместе, каждый понемножку. Это не такая уже большая сумма 30 тысяч. И поможем. И ребенок этот будет обязательно жить. Давайте продолжим. Одним из минусов жизни в небольшом райцентре часто называют такую бедную жизнь на события. Насколько вам удается культурную жизнь сделать яркой, сделать насыщенной? Приезжают ли к вам знаменитые коллективы? И хотят ли жители райцентра сегодня идти на концерт? Есть спрос? Спрос. Конечно. Мы стараемся в такие праздники особо крупные. Это День Победы, День Независимости, День Города, конечно же. Мы стараемся сделать их интересными и незабываемыми. Каждый раз придумываем какие-то интересные мероприятия. Но помимо этого мы еще приглашаем звезд эстрады, не только наших. Например, у нас в мае месяце будет выступать Голицына. Приедет тоже из России очень хороший концерт. Сейчас у нас вот на прошлой неделе и 9 числа беседа. Они приезжали с одним концертом. Но дело в том, что билеты размели буквально моментально. И нам пришлось просить их еще с одним концертом к нам приехать. Очень на ура принимали. Был полный зал. И на втором концерте тоже уже билеты выкуплены. Помимо этого к нам приезжает на следующей неделе Влада. 16 числа будет хороший, замечательный концерт. 26 апреля у нас будет Финберг. Дополнительно к этому будут еще творческие коллективы из Украины. Я уже упоминала это. У нас приедет и в мае месяце, и в июле, и в октябре, и в декабре. Огромное количество еще коллективов, которых мы уже запланировали и распланировали, скажем так, по дням. То есть, ну, в принципе, насчет бедности мероприятий я бы не сказала. Да, к вам это точно не относится. Но, да, и очень многие заявляются, очень многие хотят. Поэтому мы стараемся рассматривать все предложения. Конечно, смотрим, сколько стоимость билета будет, как бы. Ну, если хотят, значит, ценят вашу публику, значит, знают, как тепло принимают в хойниках артистов. Жанна Николаевна, у нас есть звонок. Я очень бы хотела еще успеть его принять. Четыре минуты до окончания программы. Я прошу вас, пожалуйста, коротко и по сути. Здравствуйте. 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 Жанна Николаевна, это вас беспокоит Федорцева Александровна Владимировна. Меня, например, интересует вопрос, вот у нас много лет пустует консервный завод. Что вот будет на этом месте? И вот в торфабрикетном заводе много людей сокращалось. Что там будет планироваться? И будет ли в будущем, ну, бассейн построен, что-то такое вот, комплекс тут, как бы. Да, спасибо за вопрос. Спасибо. Интересный вопрос. Да, то, что касается торфабрикетного завода, конечно, завод практически перестал работать. Ну, это сложно, скажем так, связано с тем, что торфа, торфабрикет сегодня, ну, не был востребован. Поэтому так ситуация сложилась. И, скажем так, мы понимаем прекрасно, что все люди, которые были сокращены. Ну, насколько я уточняла и узнавала, сегодня многие уже нашли работу, ну, и частично еще некоторые остаются работать на данном предприятии. Что будет дальше с этим предприятием, сказать пока сложно, потому что первоначально там планировалось имени ТЭЦ строительства. И что будет сейчас, потому что руководство, значит, это предприятие не находится в коммунальной собственности района. И сейчас как-то сложно говорить, что будет дальше. Хотя эту тему постоянно вот и председатель нашего райисполкома поднимает, потому что действительно там объекты большие, и не хотелось бы, чтобы они пришли в упадок. И то, что касается консервного завода, да, сразу, наверное, после Чернобыля завод закрыли, потому что выращивание овощей было невозможным в связи с радиационной обстановкой. Поэтому сейчас там завод этот приобрел частник, и он планирует там какое-то новое производство, скажем так. Ну, пока еще подвижки, как бы я не знаю, что там будет более конкретное. Ну, главное, что заинтересованность какая-то есть, и перспективы есть. А что касается спортивного комплекса, бассейна? То, что касается бассейна, значит, скажу сразу, что мы уже выходили и в прошлом году, и на область полкома, и на управление образованием. И нам удалось в программу по ЧАЭС буквально на 17-й год, наверное, будет, значит, как с финансированием, забить реконструкцию бассейна, который у нас имеется в гимназии. Ну, а строительство нового бассейна, конечно, это, наверное, дело будущего. Хотя у нас предусматривалось в городском парке, значит, что на спортивной базе буквально строительство бассейна. Ну, сейчас говорить сложно. Ну, уже хорошая новость будет, значит, при гимназии. К сожалению, время, отведенное нам в эфире, уже истекло. Спасибо огромное за сегодняшний диалог. Спасибо. Заместитель председателя Хойникского райисполкома Жанна Чернявская сегодня была гостьей нашей студии. Я с вами прощаюсь на неделю. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова